Сегодня 22 февраля В 1913 году Российская империя жила одним важным событием – празднованием 300-летия царствующего дома Романовых. К этой дате было приурочено множество самых разных мероприятий. Так, 22 февраля 1913 года в первой Самарской женской гимназии открылась выставка старинных вещей, посвященной династии Романовых. Посетители смогли увидеть не только старинную одежду или посуду, но и редкие книги. 22 февраля 1952 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал указ о преобразовании рабочего поселка Новокуйбышевский в город областного подчинения. Так, на карте тогдашней Куйбышевской области появился крупный центр нефтеперерабатывающей химической промышленности – город Новокуйбышевск. В позапрошлом веке на этом месте было несколько небольших сел. Самая крупная из них со строительством Самар-Златоустовской железной дороги стала станция Лепеги. В 1946 году здесь развернулось строительство крупнейшего на тот момент в Советском Союзе нефтеперерабатывающего завода. Близ грандиозной стройки и появился рабочий поселок Новокуйбышевский, в котором уже через несколько лет проживало примерно 14 тысяч человек. А сегодня население Новокуйбышевска насчитывает свыше 100 тысяч жителей. В 22-й день февраля на свет появились многие известные люди. Вот лишь имена некоторых из них. Русский живописец-пейзажист Федор Васильев, первый президент США Джордж Вашингтон, немецкий философ Артур Шопенгауэр, польский композитор и пианист, один из величайших музыкальных гений Фредерик Шопен, немецкий физик, один из основателей электродинамики Генрих Герц, русская дворянка, мемуаристка Анна Керн, популярная голливудская актриса Дрю Берримор, русский писатель и поэт-сатирик Алексей Жемчужников, российская актриса театра и кино, исполнительница романцев Ольга Будина. А именины сегодня отмечают Василий, Геннадий, Иваны, Иннокентий, Петры и Тихоны. А по народному календарю сегодня день Панкратия. С этого дня крестьяне принимались за плетение лаптей. Зима близилась к концу, запасов зерна оставалось мало, поэтому говорили, не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат. А так как в этот день чествовали еще и святого Никифора, то наши предки по-доброму подшучивали над обоими праведниками. Хороши Панкратовые лапти, да и те Никифорцы. Так обычно называли высокие лапти, которые носили дома, на босу ногу. Также в этот день полагалось проверять все хозяйство, смотреть, все ли в порядке, не нуждается ли имущество в починке. Не зря говорили, если у Панкратия дело в руках, у хозяина хлеб в устах. Наблюдали наши предки в этот день из-за погоды, подмечая, что зима начинает слабеть. Считалось также, что чем холоднее неделя, которая начинается с Панкратии, тем теплее будет в марте. Ну а мы сегодня провожаем Масленицу и по традиции в канун Великого Поста просим друг у друга прощения. С прощенным воскресеньем вас, друзья! Любви вам и удачи в любых начинаниях!